Здравствуйте на телеканале Десна ТВ Новости в студии Олег Соловьев. Главные темы сегодня. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Может быть, совместные кидарения сделать, проверки, действительно ли проводятся визущества или нет. Новые меры по оптимизации работы МСЧ номер 135. Алло, добрый день, вас беспокоит из медсанчасти 135. У вас пришел отрицательный мазок. Вам надо закрыть больничный, выйти на работу. 17 ноября под председательством заместителя главы Десногорска Александра Новикова прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За минувшую неделю в городе зафиксировано 85 новых случаев ковида. 638 человек находятся на самоизоляции. Всего выявлено с растающим итогом 849 положительных результатов. Из них выздоровело 643 человека, что составляет 75,7%. Умерло 11 человек. Чаще всего коронавирусом болеют люди в возрасте 50-64 года. Чуть меньше случаев возрастной категории 30-49 лет. На третьем месте люди от 65 лет. При этом новая негативная тенденция отмечена среди детей. Это двукратный рост заболеваемости за последнюю неделю. Новая ПЦР-лаборатория постепенно выходит на плановую производительность. Кабинет расположен на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Ну, потихоньку, потихоньку будем увеличивать объем. Не так все быстро, к сожалению, идет. А так лаборатория работает. Начала функционировать. Владимир Анатольевич, мощность сейчас какая у вас? Сейчас делаем порядка 50-60 анализов за смену. На предыдущем заседании комиссии глава Десногорска Андрей Шубин дал распоряжение управляющим компаниям о необходимости более тщательной уборки, в том числе в подъездах жилых домов. Дополнением меры предложено размещать графики проведения санобработок для наглядности и контроля со стороны жильцов. Работу нужно показывать. Соответственно, наверное, должны быть графики составлены, в подъездах развешаны, в какое время работа проводится. Может быть, совместные какие-то рейды сделать по проверке, а действительно ли проводятся дезинчерцы или нет. Эта инициатива войдет в состав уже действующих превентивных мер. Они в городе будут продолжены в полном объеме и дальше, в том числе с проведением рейдов по торговым объектам Десногорска. Новой мерой оптимизации работы медсанчасти стало открытие колл-центра на базе одного из отделений больницы. Это сделано для разгрузки телефонной линии в регистратуре. С началом пандемии наплыв звонков там увеличился в разы, и специалисты просто не успевали оперативно реагировать на них. Алло, добрый день. Вас беспокоит из медсанчасти 135. У вас пришел отрицательный мазок. Вам надо закрыть больничный, выйти на работу. В кабинете врача-физиотерапевта теперь не умолкает телефон. Уже как несколько дней здесь расположен так называемый коронавирусный колл-центр. В роли оператора три врача. На каждого не менее 30 звонков в день. Обзвоним по спискам, у кого какие тесты пришли положительные, отрицательные. И также звоним, кому приедут маски на данный день брать. Ну, нагрузка приличная. А вам много звонят? Много звонят больные, да. Какие-то неясные ситуации, куда идти, где больничный закрывать. Колл-центр – это новая мера медсанчасти Десногорска по оптимизации работы с населением. С наступлением пандемии телефон регистратуры не справлялся с потоком звонков. Ситуация ухудшилась с сезоном ОРВИ. Пациенты жалуются, обращаются к нам, что не могут дозвониться, не могут никуда попасть, что звонят часами. С этой целью и создан колл-центр, куда привлечены медицинские сестры с физиоотделения. Физиоотделение временно сейчас не работает. Они втроём сами обзванивают всех пациентов, кому нужно прийти на приём к врачу, который находится на карантине, у которых положительные тесты. Либо же отвечают на телефонные звонки и на вопросы пациентов. Телефоны горячей линии вы можете видеть на своих экранах. Колл-центр будет работать до тех пор, пока это будет необходимо. График приёма звонков с 8 утра до 16.00. В конце выпуска о погоде. 19 ноября в Десногорске пасмурно, снег с дождём. Днём плюс два, ночью около нуля. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!